У нас берутся, откуда они лезут, эти сраные чизеры, последнее место у них осталось, и это как раз таки место. В данном видеоролике проходит конкурс на целых 60 контейнеров, и для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, также нужно будет написать комментарий со своим ником и словом участвую. И всё, ты уже участник. Итоги будут проведены на моём стриме, стримы, кстати, проходят каждый день в 18 по МСК. Подробная информация про конкурс в описании. Всё, привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по танчикам онлайн. Ребят, нахожусь я у нас через флеш-плеер, это не значит, что я, ребята, вам показываю способ, потому что я не знаю, что разработчики там намудрили, но не получается убрать эту сраную табличку, но мы вроде как дверемся в правильном направлении, поэтому, надеюсь, успеем до того, как это у нас здесь всё не уберут прям в тотал. Прям в тотал, ну вроде даже если даже уберут это во флеше, можно будет через обычный клиент, поэтому обязательно ждите, ребята, и лайк поставьте, напишите комментарий, ждёшь ли ты этой темы или нет. Но сегодня у нас тема пойдёт достаточно интересная, возможно, многие её не знают, возможно, многие её не понимают, но, тем не менее, ребята, я вам кое-что сейчас расскажу. Мы сейчас находимся на Steam-версии, то есть каждый абсолютно сможет создать здесь, соответственно, себе любой аккаунт, но именно вот новый аккаунт нужно создавать, соответственно, в этом новом аккаунте вы сможете у нас беспроблемно зайти и, соответственно, играть вообще и не париться. Но, но, как вы, наверное, понимаете, ребята, есть две небольшие части этого всего дела. И вот обязательно напиши мне в комментариях, знал ты эту информацию или не... Блин, а здесь же у нас управление, поэтому давайте мы, наверное, Хантера на себя нацепим какого-нибудь, чтобы было просто хорошо, да, потому что на флеше играть на летающих корпусах это невозможно. Вот, по поводу информации, напиши обязательно, знал ты эту штуку или нет, но, как ты, наверное, понимаешь, сейчас единственный способ, где у нас читеры заходят, вот, единственная лазейка, через что у нас читаки, большая часть читаков, соответственно, читерит игроков, это Steam-версия. Да, как вы, наверное, понимаете, ребята, именно через Steam у нас заходят все читаки, потому что читы у них заточены как раз-таки на Steam-версию, а Steam-версия... ой, не Steam-версия, а читы у них заточены под Flash-версию, а, соответственно, Flash-версия, где у нас есть, правильно, она есть только в Steam-е. И вот как раз-таки эти люди создают себе аккаунты, некоторые аккаунты, конечно, у нас здесь прокачиваются довольно-таки неплохо, и также заходят на высоких диапазонах и играются также у нас через вот эту вот Steam-версию и читерятся. И, как вы, наверное, понимаете, это вот пока, пока, по-моему, единственная проблема для танков онлайн, от которой они не могут избавиться, им как раз-таки вот эту вот лазейку бы закрыть побыстрее и побыстрее добавить нам бы в танки онлайн нормальную, как говорится, графику. Вот, потому что графика меня не устраивает в HTML-версии, она меня просто берет и бить. Вроде разработчики там над гаражом работают, работает достаточно неплохо, но что-то пока этого у нас особо недостаточно. Хочется увидеть как раз-таки ту самую уникальную, интересную графику, чтобы посмотреть, чтобы поглядеть, чтобы, соответственно, удивиться, и чтобы ахнуть-охнуть и на Flash-версию не хотелось себе никогда заходить. Потому что сейчас я прекрасно понимаю, что, допустим, вот если мне нужно сделать какой-то красивый скринчик, куда я захожу правильно, я у нас захожу через Flash-версию, и через Flash-версию как раз-таки этот самый скринчик и делаю. Потому что через HTML-версию там, во-первых, у нас неадекватно себя ведет спектатор, но это, как говорится, дело у нас такое себе. Но! Мы немножко отошли от темы разговора читеры, и читеры у нас играют как раз-таки через Flash-версию. И здесь, знаете, закрадывается сразу несколько вопросов. С одной стороны, вроде бы, как бы ты думаешь, ну блин, ну вот есть хотя бы такой вариантик, где можно создать себе какой-нибудь, допустим, мульта, и на этом мульте достаточно неплохо прокачиваться, возможно, поиграть как раз-таки в этой Steam-версии. Возможно, там многие как раз-таки аккаунты через этот Steam-авторизованные, потому что раньше это можно было сделать вообще беспроблемно. Вот, если ты успел, как говорится, то у тебя такой аккаунт есть. Если ты не успел, то финита ля комедия, до свидания. Вот, допустим, у меня основной аккаунт через Steam-версию работает без проблем, вообще без всяких, ну, то, либо причин. Но! Но! Есть еще, да, такая проблемка. Это все дело работает не только у меня, и как раз-таки у таких вот людей, которые заходят читерить. На основных аккаунтах их, конечно, уже большинство побанили, но вот и есть такие все-таки неприятные люди. И когда, допустим, мне кто-то говорит, что, блин, он вообще так битый, там прыгает, что-то такое делает. Вот, это как раз-таки, ребята, игроки, которые играют через вот эту вот Flash-версию, через Steam-версию. Очень, на самом деле, бесит, очень раздражает, потому что, по факту, очень много фанатов, очень много людей, которым Steam-версия нравится. И это как раз-таки есть единственный способ, благодаря которому можно поиграть. Но, даже несмотря на это, этот способ является как раз-таки и единственным способом для читеров, которые, соответственно, у нас читерят. И если вы, допустим, сейчас зайдете в какие-то праздники, и посмотрите на, допустим, что-то там 5-е, 3-е, 10-е, это не то, чтобы у нас как раз-таки, знаете, читеры все ушли из игры. Нет, это не так. Так, просто-напросто, на HTML-е, бесплатная вот эта вся гадость, она пока не работает и так не распространена. Но, я так думаю, и сюда у нас найдутся какие-то умельцы, если их так можно назвать, и начнется. Пошла жара, поехала, но, надеюсь, это, на самом деле, случится не скоро. Потому что, даже, как раз-таки, для у модераторов, у батл-модераторов, которые у нас есть в Танк Онлайн, даже они это прекрасно понимают, что если человек какой-то читерит, значит, он играет, в принципе, через Steam-версию. Потому что сейчас, как раз-таки, это есть единственный способ, чтобы зайти, как говорится, немножко подпортить жизни игрокам в этой всей деле, в этой всей сфере. Потому что я даже, допустим, у нас, когда играл в... Ну, то есть, не в, а на какие-то праздники в Танк Онлайн. И у меня попадались чуваки, которые, бывало, и прыгали. Такие тоже пока есть. А это большинство у нас происходит как раз-таки только на мелких диапазонах и на мелких званиях. То есть, я такого у нас практически на высоких званиях никогда не вижу. Вот, серьезно, без преувеличения. Кто, ребят, последний раз на больших звонках видел там какого-то щеточка? Да, ну, это серьезно, практически нереально увидеть чувака, который прыгает через всю карту и который, соответственно, всех бесит. Вот, были, конечно, у нас такие попытки подпортить это все дело. Но, как говорится, попыточки такие у нас уже не увенчались успеха. И мы, как говорится, эти все попытки ушли у нас в небытие. Потому что вот есть такая фишка, благодаря которой ты можешь у нас просто-напросто зайти сюда. Но для этого тебе сперва нужно будет прокачать аккаунт. Так, как известно, такие чуваки у нас аккаунты особо не качают. И к чему-то я все веду этот данный видеоролик. С одной стороны, вот сейчас, это у нас есть, знаете, последний способ реальный. Когда ты можешь у нас беспрепятственно и беспроблемно поиграть через флеш-версию. Через Steam как раз-таки зарегать себе новый аккаунт. Конечно, он немножко геморный. Тебе придется потратить, соответственно, время на прокачку нового аккаунта. Но, тем не менее, если ты хочешь зайти поностальгировать, это вот сейчас пока единственный, как говорится, рабочий вариант имеется. С другой стороны, ты прекрасно понимаешь, что через этот как раз-таки вариант у нас и заходят чуваки, которые читерят в битвах. А как вы понимаете, в какие-нибудь праздники беспроблемно ты заходишь и беспроблемно качаешь себе аккаунт до нужного звания. И без проблем там у нас читеришь. То есть, в этом плане абсолютно никаких, я думаю, проблем у читеров нету. Вот единственный способ, как раз-таки, благодаря которому они у нас улетают с этого всего дела, это то, что их банят своевременно модераторы. Да. Ну, если вы его, конечно, дождете в матчмейк новой битвы. Вот, потому что тебе обычно придется снимать какой-нибудь ролик, заливать его. Не нужно это дело делать, да, потом еще нужно доказывать, а потом тебе еще скажут, что недостаточно повода для бана, как у меня это бывает. И я один или два раз записывал, и как-то такое себе получается. Вот. И ты такой думаешь, блин, ну вот по факту, если вот так вдуматься, ребята, без рофла, без ничего, переход на новую вот эту флэш, не флэш, а HTML-систему. Но, вы же понимаете, да, что сейчас вот максимально в игре читеров стало минимально, вот просто минимальное количество. Даже мне, когда предлагают снять какой-нибудь чит-патруль, то сейчас это сделать практически нереально, потому что, ну, нету читаков, типа, ну, нету. Я пытался это все дело записать в какой-нибудь праздник за, к слову, три часа где-то на мелких диапазонах, я заснял всего лишь одного читака, который прыгнул, и все. Больше абсолютно никого я там не нашел. И это, как говорится, с одной стороны, блин, вроде бы радует, а с другой стороны, ты такой думаешь, ну, блин, а может быть это не то, что читаков нету? Не из-за новой системы HTML-а, а может потому что игроков нету? Вот, об этом я уже у нас тоже думал, но по факту, по сути, это сейчас является последней лазейкой и последней этой темой. Я, на самом деле, вот подытожим данный видеоролик, чего я хочу от разработчиков. Чтоб они... Ладно, бог с ним, я уж смирился с тем, что флэша у нас не будет. Будет интерфейс флэшовский, они тоже у нас делать не хотят, но есть одно большое но. Блин, сделайте крутую графику, добавьте вы этот туман в танке онлайн, и будет все просто персик. Я не знаю, если кто-то умеет как-то поверх, ну, есть же всякие редукции на различные игры, то есть ты там делаешь свой цветокор. Ребята, умельцы, пожалуйста, если вы умеете это делать, сделайте такую программу. Я поставлю это, я даже вам за это денег готов заплатить, чтоб просто ничего не менялось, никакие читы, просто, соответственно, поставился какой-нибудь цветокор нормальный. Потому что в как раз-таки танках онлайн сейчас мне не хватает цветокора и вот этой туманочки. Я хочу ее, боже мой, не понимаю, но хочу очень сильно. Вот, поэтому вот такой у нас сегодня ролик получился. Немножко рассказа про читов, откуда они, соответственно, у нас берутся, откуда они лезут, эти сраные читеры. Последнее место у них осталось, и это как раз-таки место Steam. Вот такие его дела. Поэтому, ребят, кому понравился данный видеоролик, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну, а с вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok